Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Я тоже не знаю. У меня фантазия плохая. Я вижу на картинке какой-то металл и больше ничего не могу объяснить. Что-то люди железо ломают. Они делают свою работу на специальном станке. Литом, чьи-то огнем, литом газом. Что она крепко держалась. Может, что-то пьет. Токарь. Токарь делает деталь. Токарь – это важное. Я впервые слышу это слово. С токарь что-то делать. Токарь, они обрабатывают металл, дерево, пластик, пластмассу там. Круто, но сложно. Потому что буквально миллиметр и деталь уже непригодна. Они делят куртку такую и каску. Чтобы из-за на голову упадет. Для того, чтобы они себе что-то не повредили, пока будут обрабатывать. Я не знаю, кто это, поэтому я не знаю, чем важны. Ну, точно важны. Если доктора не будет, то коря. Тогда не будет работа работать. Да, я не знаю, кто это. Ну, человек. Наверное, сварщик. Он сваривает что-то. Ну, чтобы это было цельным чем-то. Я вижу искры сварщика. Он сваривает металл и присоединяет к другому металлу. А там железо плавит. Разрезать железо. Да, важно. На стойках, на заводе. Дома можно что-то строить. И в гаражах. Можно строить балкон. Вот наш папа стоит в балкон. Он так одет, потому что искры для него очень небезопасны. Каска. Такая. Чтобы не попал ему глаз или там в шкуру. Ну, он так попал в больницу. Чтобы искры не попали в глаза, нужно одевать маску. А костюм защитный, чтобы ожоги не получить. С вашей это круто. Ну, не очень. Потому что вот я тогда бы волновалась очень сильно. За то, что я что-то спою случайно. Я все равно не знаю. У меня фантазия плохая, я говорила. Есть такая профессия фармовщик. Он делает с риска и глины формы деревянные. Фармировщик формирует какие-то вещи. Форму делает. Точно не по значке. Формочет – это очень важная работа. Потому что это трудно взять детали такие большие. Их тяжело сделать. Ну, я думаю, важно. Потому что все детали будут кривыми какими-то. Без него вообще никуда. Завода не будет, если формы не будет. Фармировщик, фармовщик – это одно и то же по ходу, наверное. Бог с этим фарм... Я забыла уже, как он называется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова